Хотите подготовить презентацию к открытому уроку, мероприятию, защите проектов, но при этом сделать что-то интересное новенькое, потому что устали от таких слайдов и вот от таких? Тогда сегодня мы рассмотрим четыре варианта дизайнов титульных слайдов. Итак, первое. Необходимо подготовить титульный слайд. Для этого удаляем все лишнее. Затем создаем прямоугольник по ширине слайда, придаем ему нужную окраску, дублируем прямоугольник, копируем и вставляем. Опять же закрашиваем его в нужный цвет. Обязательно увеличиваем слайд, чтобы посмотреть нет ли пустых мест. Затем добавляем тему презентации, дублируем слайд, переворачиваем таким вот образом и вытаскиваем за границы слайда наши прямоугольники. Тоже самое вытаскиваем за границы слайда тему презентации. Меняем слайды местами и выделяем оба слайда одновременно. Трансформация. Вот такой вот интересный эффект. Дизайн номер два. Для этого нам понадобится записать тему презентации. Можно ее сделать больше, заглавными буквами. Возможно, как вариант, придать ей разнообразный дизайн путем преобразования, расширить сделать побольше. Можно выбрать картинку, правой кнопочкой копировать, ставить. Расширяем картинку и относим ее на задний план. Выделяем одновременно картинку, потом текст и преобразовываем таким вот образом. Дизайн номер три. Для этого нам понадобится выйти на сайт Pixabay, либо любой другой сайт для того, чтобы загрузить необходимое видео. После того, как мы его загрузили на себе на компьютер, мы подготавливаем слайд, удаляем все лишнее. Вставка, видео, выбираем видео, загружаем его на слайд, расширяем границы и воспроизведение устанавливаем автоматически. После установки автоматического воспроизведения видео добавляем фигуру прямоугольник поверх полностью слайда, чтобы все-все-все полностью закрывалось. Затем сверху добавляем через word art название темы. Делаем буквы побольше. У меня это импакт. И поочередно выбираем сначала синий квадратик, а потом уже буквы. Затем формат объединить, вычитание. Вот такой вот у нас получился дизайн. Затем мы устанавливаем для прямоугольника прозрачность необходимую. Это уже на свое усмотрение и наслаждаемся полученным эффектом. Дизайн номер 4. Записываем название нашего слайда, удаляем все лишнее, добавляем только тот текст, который мы запланировали поместить на титульный слайд. Можно его преобразовать, добавить какой-то цвет, оформление, шрифт поменять. То есть, пока нас не устроит итоговый результат. Затем чуть больше на страничку чертим такой прямоугольник. Формат изменить фигуру. И у нас появляются вот такие вот точки для того, чтобы изменить одну из сторон нашего прямоугольника. Можно добавить еще дополнительные элементы. У меня это различные такие вот кружочки. Затем снимаем shift и не отпуская выделяем все объекты. Правой кнопкой группировать. Затем нам понадобится найти нужную картинку для фона. Для этого можно ее поискать. У меня, например, на сайте PIXABAY. Выбираю нужную картиночку. Затем правой кнопочкой копирую. На слайде выделяю фигуру. Правой кнопочкой выбираю формат. Заливка. Рисунок из текстуры и нажимаю на кнопку буфера мена. Вот такой вот интересный дизайн получился.